Здравствуйте дорогие друзья! Я рада вас сегодня приветствовать на нашем втором небольшом онлайн семинаре. Сегодня мы с вами поговорим, как грамотно интерпретировать те результаты, которые вы получили при помощи наших программ, а в частности программы Vibro.me. Напоминаю, что в прошлый раз мы с вами остановились на том, что после того, как тестирование будет завершено, вы получите вот такие вот 11 файлов. Сегодня мы работаем с файлом Excel.me. Вкладка Final. Да, это именно та вкладка, с которой вы столкнетесь, как только закончилось тестирование. Она загрузится в автоматическом режиме, и вы увидите вот эти вот графики, какие-то подписи, надписи, и я уверена, что без труда разберете, что здесь написано. Тем не менее, в процессе прочтения нередко возникают небольшие вопросы. С первой по шестую цифру это те типы множественного интеллекта, если хотите, те типы способностей, которые ответственны условно за техническое начало в человеке. С седьмого номера по двенадцатый – это те типы множественного интеллекта, согласно классификации Говарда Гарднера, которые ответственны за условно-гуманитарный спектр способностей. Если будет желание, и я вам искренне рекомендую все-таки почитать книгу Говарда Гарднера, того человека, который в принципе ввел термин множественный интеллект, что это такое. Если лениво читать книгу самого Гарднера, то можно зайти к нам на сайт и почитать уже, как именно теория множественного интеллекта Говарда Гарднера была адаптирована применительно к нашим программам. Здесь, в этой книге, книжечке, которую вы можете абсолютно бесплатно выкачать во вкладке на сайте PseMaker.com в отделе «Литература». Здесь, в этой книге, вы можете почитать расшифровку на любой профиль способностей, также посмотреть, как ведутся расчеты и много-многое другое. Но возвращаемся к экспериментальным данным. Что мы видим на этом графике? А видим мы следующее. Слева столбики низкие, справа они высокие. О чем это говорит? О том, что человек, скорее всего, с гуманитарным складом ума. Красная зона – арт. Гуманитарные способности. Синяя зона – тех. Технические. Смотрим в перечне профиля множественного интеллекта. Что оказалось на первом месте? Первое место – моторно-двигательный множественный интеллект. Спортивные способности в просторечии. Музыкально-ритмический, подвижнический, величинственный. Смотрим последние места. Да, действительно, человеку не стоит сейчас открывать бизнес. Так же, как и проблемы экологии, природы. Ну, наверное, его не очень волнует. Все мы разные. Профили способностей у всех разные. А желание самосовершенствоваться присуще любому здоровому человеку. Пожалуйста, когда вы интерпретируете полученные данные, обращайте внимание все-таки на возраст того человека, о котором идет речь. То есть одно дело – это человек, у которого уже есть определенный профессиональный опыт в какой-то определенной сфере. И он находится в процессе самосовершенствования, поиска альтернативной профессии. Совсем другое дело – абитуриент. То есть молодой человек или девушка, окончившая школу или заканчивающая, и не знающая, куда идти, в какой вуз, сообразно своим способностям. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Итак, мы видим человека, у которого явно преобладают гуманитарные способности над техническими. Мы видим, что моторно-двигательный интеллект на первом месте, множественный интеллект, и музыкально-ритмический на втором. Некоторая общность между этими двумя типами интеллекта, конечно, прослеживается. Движение, музыка, ритм, ритм, движение, музыка. Опять-таки, подвижнический третье место. Третье место мы с ним обязательно считаемся. Межличностный, псинепременно, четвертое место. Логико-математический, аж на пятом месте. Двигаться, заниматься спортом. Зачем, во имя чего. Экзистенциальные вопросы связаны с общим пониманием, что каждый день прожитой жизни должен быть прожить не напрасно. Подвижнический аспект. Межличностная, значимость непосредственного общения, умение общаться, умение налаживать контакты. Дальше у нас идут графики, которые были сформированы в рамках Vibro.me согласно Международному образовательному стандарту МСКО. В Международном образовательном стандарте отражены специальности, которые можно получить и которым предъявляются определенные требования. Полный перечень специальностей по МСКО Международному образовательному стандарту дается в вкладке «Инфо». Именно здесь вы можете увидеть коды этих специальностей из нормативного документа и посмотреть каждую специальность, если у вас будет такое желание с привязкой к конкретному типу множественного интеллекта или конкретному типу способностей. Ну а возвращаемся к вкладке «Файнал». По итогам тестирования, по итогам рейтинга способностей система нам рекомендует в качестве широкой области специализации – это здравоохранение, социальное обеспечение, сфера образования, сфера обслуживания. Не рекомендует, не рекомендует. Последние места – естественно, науки, математика и статистика, инженерное дело и строительство. Согласуется это с данными, о которых мы говорили только что? Безусловно, не математик человек. Может быть в жизни такое, что человек мечтает и страдает, и спит, и видит себя программистом, инженером, но при этом профилеспособности у него именно такой. Может быть такое? Может быть. Должны ли мы предупредить человека о трудностях, с которыми он столкнется на пути к реализации мечты? Безусловно. Но мы отвлеклись, двигаемся дальше. Итак, сфера здравоохранения, сфера образования. Что имеется в виду? Узкая область. Во-первых, это гигиена, охрана здоровья, собственно, само здравоохранение, социальное обеспечение, педагогические науки, что состыкуется с общим профилем способностей, межличностные, музыкально-ритмические. Все это миксуется, и система выбирает конкретную специальность. Что же мы видим? Спорт. У человека должен быть выбор. Выбор между чем-то и чем-то. Любая директива, она неприемлема в психологии, она неприемлема в принципе. Когда человеку приказывают и говорят, так, ты можешь быть только спортсменом. Как? Почему? У меня же столько талантов. Талантов каких? Насколько они выражены? Итак, вилка между спортом и терапией, реабилитацией, фармацевтикой. То есть, в принципе, если мы говорим об абитуриенте, то мы предоставляем ему выбор. Выбор с точки зрения энергоемкости. То есть, какая специальность дастся ему наименее проблемно. Потребует от него меньших усилий, потому что у него уже есть к ней задатки. Следующий аспект интерпретации посвящен узким сегментам того, что мы с вами проговорили. То есть, откуда это берется и как это перепроверить на сознательном и бессознательном уровне. И это уже будет вкладка МИСТАТ. Об этом мы с вами поговорим в нашу следующую встречу. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...